Чтобы посмотреть гонки на собачьих упряжках, теперь не обязательно ехать на крайний север. На территории горнолыжного центра Металлург Магнитогорск впервые состоялись уникальные состязания всероссийского уровня «Стальной рубеж», где в различных дисциплинах соревновались ездовые собаки. О новом для нашего города спортивном опыте в сюжете Елены Ткач. Бега в собачьих упряжках в России имеют давнюю историю. Но известны больше гонки на санях и зимой. А вот чтобы летом по горам и долам, такое пока еще в новинку и не только для Магнитки, а в принципе для нашей страны. Четыре дисциплины – каникросс, байджорген, скутер и карт. 69 участников и непростая дистанция пересеченной местности длиной в 3,5 километра. Уровень трассы достаточно неплохой, сложность, скажем так, средняя. Особо сложных моментов там два. В начале остальные, в принципе, достаточно спокойные. Трассы достаточно хорошо сделаны. На каждом этапе в каждой дисциплине свои тонкости. Например, каникросс, бег на поводке с собакой – самая трудная категория для человека. Как бы не задыхался от бега хозяин, приходится отдавать команды. В гонках на велосипеде, байкджоринге уже больше зависит от собаки, вернее, от подготовки питомца. Еще одна категория – упряжка в скутере. Хозяин помогает питомцу, отталкиваясь ногой, как на самокате. И самый зрелищный – карт. Этап, наверное, комфортный для человека, но очень тяжелый для собак. У меня есть лидеры, первая пара, которые слушают, безусловно, мои команды. То есть, если я сказала право, они идут право, лево, значит, они идут лево. То есть, не каждая собака, ну, как говорят, в принципе, может каждая собака лидировать, но в каждую собаку вкладываешь по-разному по времени. То есть, кто-то прям вот рожден быть лидером, его ставишь, и он бежит практически с первой, третьей там тренировки. А кого-то можно годами набегивать, и из него толком, может, ничего не получится. Успех в таких гонках строится на тесном сотрудничестве хозяина и питомца и на знаниях собачьей психологии, говорит заводчица Марина Максимова. В ее питомнике в Челябинске 20 собак породы якутские лайки и сибирские хаски. И каждый нужен свой подход. В магнитку на стальной рубеж спортсменка-упряжница привезла 14 питомцев. Миша! Мишка молодец! Да, молодчина, Миша! Это фанаты своего дела. Они болеют за это, они живут своими собаками. Яркие финалы, драматичные сюжеты, победители и кубки. Первый опыт оказался более чем удачным. И теперь организаторы и вдохновители состязания «Стальной рубеж. Союз молодых металлургов» с воодушевлением планируют сделать такие соревнования традиционными. Елена Ткач, Аркадий Стариков, Влад Набиев, телекомпания ТВН.